Добрый вечер, уважаемые товарищи, дорогие друзья, гости. Сегодня мы открываем целую череду мероприятий, посвященных нашему самому главному, любимому празднику Дню Победы. У нас каждую декаду проходит большой конкурс смотр здесь молодежных творческих любительских объединений весна 45-го года. Мы говорим вам спасибо, у нас был большой праздник 6-го мая. И сегодня мы начали праздновать 9-е мая почти за месяц, не случайно. У нас есть уникальная возможность гордиться тем событием, которое произошло недавно в связи с соединением России и с Крымом. И это в последние десятилетия для меня лично, для моих коллег и для всех, с кем я общался, такой очень кармический факт в нашей биографии, когда Родина дает нам возможность гордиться тем решением, которое было принято. И мы решили назвать этот вечер «Наша победа» – это победа во всем. Мы очень переживаем за события, которые происходят сейчас на Украине, и за тех наших русских, которые борются за лучшую достойную жизнь юго-восточной. Мы думаем, что если мы будем вот такие месседжи, послания, такими вот актами, которые мы сегодня делаем, посылать людям, то мы будем способствовать тому, чтобы эти вопросы тоже разрешились в лучшем виде для людей, будет лучшее решение. Гость у нас сегодня очень талантливый, необыкновенный, мы очень любим. Он у нас выступал здесь в сборной в больших концертах. Автор-исполнитель Михаил Калинкин. Он полковник генерального штаба. Он очень много поет, у него очень хорошие произведения. Он автор-исполнитель, у него хорошая патриотическая тематика. Он офицер, участник многих фестивалей, авторской песни. Совсем недавно он приехал, мне рассказывал, что седьмой или восьмой раз он был на Кавказе, на Либрид-Брусье. Там у них проходит большой фестиваль. Ну, человек уникальный, вы сейчас с ним познакомитесь. Концерт большой, я желаю, чтобы все получили этого истинное наслаждение. Это праздник нашей души, это созвучие наших душевных струн. Принимайте нашего гостя. Он просил еще сказать вам такую деталь, ему, может быть, не очень будет ловко сказать, что... Он еще отец четверых детей, старшей дочери 27 лет, а младшего сына 2 года. Я горжусь, что сегодня я выступаю в технологическом сердце великой страны. Потому что вы знаете, что величие России не в ее размерах, не в ее исчерпаемых запасах нефти, газа, а в ее душе. За последнее время все как-то больше оттели. Люди, которые сейчас сидят в зале, для меня это центр души нашей страны, технологический центр души нашей страны. Тот, против которого направлены были последние 30 лет остырья действий наших, как сейчас говорят, партнеров. Я горжусь вами, мы гордимся вами, те, кто служили, служат и будут служить в российской армии. Потому что благодаря вам у нас есть весомые ответы на все их вопросы. И благодаря вам у нас сегодня есть язык, культура, музыка и голубое небо над нашей прекрасной страной. Наша жизнь – это дырка на пузе. Наша жизнь – сплошной КВН. У России есть первый союзник – ВКС, ну и РВСН. Наша жизнь – словно торт новогодний, переезд ли, а после тоска. И второй наш союзник сегодня – сухопутные эти войска. Забываем живых, проним мертвых, чистим камнем, каналы стволов. Наш серьезный союзник четвертый – это он, героический флот. Ни Европа, Китай, ни пиндосы, ни друзья нам, как ряд по воде. С кем дружить нам. Такого вопроса больше нет для нормальных людей. Сегодня весь концерт я посвящаю вам, дорогие друзья. Все песни, которые будут звучать отсюда – это ваша слава, ваша жизнь, ваша честь. Над землей пролетают злые ветры, Пригибаю вниз деревья и траву. И тревогой мир прошит, и волнение души В небе тучами свинцовыми плывут. Снова хищников безжалостные стаи Из-за тьмы с зубами острыми блестят. Но на дни в высоте всех непрошенных гостей Останавливают чей-то острый взгляд. Утреннюю зарёй, точкой в дневном зените, Обозначая край, грани добра и зла. Это степной орёл, русской земли хранитель, В небе несёт легко сильные два крыла. Он увидит всех храдущихся в тумане, Он услышит всех таящихся в ночи. Он любой из сотен бед Сыщет правильный ответ, Чтоб со злом ходить, любого отучить. Утреннюю зарёй Бьют золотые нити, Пересекая ввысь, Перелетая вдаль. Это степной орёл, Русской земли хранитель, С ним не страшна беда, Нычей навсегда. С ним не страшна беда, Нычей и навсегда. И покуда он плывёт в российском небе, И пока хранит он наши рубежи, Будет мир в моей земле, Детский смех и тёплый хлеб, Будет жизнь, что только нам принадлежит. Утреннюю зарёй, Точкой в дневном зимите, Обозначая край, Грани добра и зла. Это степной орёл, Русской земли хранитель, В небе несёт легко Сильные два крыла, Сильные два крыла, В небе несёт легко Сильные два крыла, Это степной орёл, Степной орёл. Моя родина, это Крым. Отец мой генерал-майор космических войск, Командовал там школой сержантов, Посёлки Школьный. Откуда управляли луноходом, Откуда был проведён первый сеанс связи С нашим первым космическим спутником, Куда приезжали Хрущёв, Кирдыш, Королёв, Куда приезжал Юрий Алексеевич Гагарин. Там я жил с 65 по 73 год. И всё, что сейчас там происходит, Это моя личная радость, Моя личная боль И наша общая гордость. Впервые за долгие 23 года. Мы снова взяли тебя, Крым, В который раз с нелёгким боем, А значит, мы опять стоим В своей истории и строю. Как мало этот век дарил Хорошего для нас с тобою, И вдруг никто не ожидал. Мы снова взяли тебя, Крым, В густой правителей толпе, Пятнистой и лепьющей крепко Своя особенная жизнь, Которую нам не понять. Привыкли мы их всех терпеть, Гордимся, к сожалению, редко. Ты подарил сегодня Крым, К нему уважение опять. Там на Айпетре, в облаках, С травинкой ветерки играют, И море чёрное поёт Свой восхитительный галор. Мы снова взяли тебя, Крым, Отбили вновь, упусти рая. Пускай их нынче с нами в бой Страна Америка ведёт. И тебя, политики, прощёли, Бросали бурные потоки. И сотни тысяч русских душ За это в землю полегли Орда, Монштейн и Хрущёв, И эти, как их, тягни-боки, Обама, НАТО и Майдан. А мы вот всё-таки и стоим Севастополь, Алушта, Джанкой, Феодосия, Терчь и Айпетри. Русской славы прописаны здесь. Букв, гвардей, стих, шеренги стоят. Это прошлое в дыхании веков. Это строчки рождественских метрик. Это наша республика Крым. Это родина, братцы, моя. Мы живы, точны и крепки. Есть ум и честь у нас и сила. Мы знаем, что почём вчера. Мы верим в то, что впереди. Идёт вперёд своим путём Страна великая Россия. Мы снова взяли тебя Крым И даст Господь, не отдадим. Идёт вперёд своим путём Страна великая Россия. Мы снова взяли тебя Крым И даст Господь, не отдадим. И даст Господь, не отдадим. Спасибо. Дорогие друзья, я традиционный человек. Я считаю, что самое главное в жизни это правильные традиции. У нас есть у военных, есть свои традиции, есть традиции третьего тоста. Дорогие друзья, я не вижу, к сожалению, вас. Ну, наверное, у всех воевали, родственники Великой Отечественной войны, у всех. Многих воевали в Афгане, у некоторых в Чечне. Так получилось, что сегодня ушёл из жизни великий конструктор, который сделал лучшие в мире ПЗРК, вы знаете, сегодня, к сожалению. И мы все в этой жизни гости. Плохо это или хорошо, это не нам решать. Мы все сюда пришли, мы все здесь что-то сделаем, а потом мы уйдём отсюда. Кто-то раньше, кто-то позже. И главное, как говорят мои друзья-спецназовцы, сделай, что можешь, и будь, что будет. Давайте встанем и на 5 секунд помянем наших, которые сегодня у нас могут сверху и радуются, чтобы живы и не есть. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Когда мы вернёмся с войны, подмарши и кричи «Ура!» И будут награды сиять и волосы наши седые, когда мы вернёмся с войны, подмарши и кричи «Ура!» Когда мы вернёмся с войны, нас встретят хлебами на блюде, нам громкие скажут слова, как правильны мы и нужны. Мы были надеждой страны, оставим обычные люди, нам выпить бы и закусить. Когда мы вернёмся с войны, когда мы вернёмся с войны, все девушки будут прекрасны, все женщины будут обижены, доступны, тихи и немилы. Мы будем их вечно любить, и чёрных, и белых, и красных, и ночью, и утром, и днём, когда мы вернёмся с войны. А там, высоко над землёй, над самой высокой рвишкой, кому никуда повезло, в раю или, может, и в аду, уйда из разорванных сел, погибшие наши братишки. Внимательно и свысока нас видят, и слышат, и ждут. А мы похмелимся с утра на форуме заштопаем дырки, если у нас суровый приказ за Родину мой пойдёт. Но всё же наступит пора, фурожденья там без козырки, однажды, когда-нибудь все Вновь вернёмся с войны, когда moverнёмся с войны. Когда вернёмся с войны, когда вернёмся с войны. Собрёт и страна lookedyim, давайте, друзья! Я вот даже до 55 лет, но, к сожалению, не наработал ни фанеры, ни носовок. Не очень громко я пою. Нормально. Если можно, у нас сегодня замечательные наши друзья, потрясающее очень вот это место. Это действительно духовный центр нашей столицы и, наверное, всей страны. Я сюда с благоговением приходил всегда. И сегодня здесь лучшие звукооператоры. Давайте их похлопаем. Спасибо. Если можно, чуть-чуть меня от монитора добавь в голоса, если можно, Игорь. Следующая часть я посвящаю своему деду, который пал смертью храбрых 29 июня 1941 года где-то в Белоруссии. Вся его рота сдалась, а он вместо того, чтобы сдаться с роты, шарашил по немцам из полимеров. И две мины немцы на него истратили. Люди были серьезные, профессионалы. Где он находится, до сих пор неизвестно. Вся рота сдалась, посидела у вас свинцами до 1944 года. А потом вернулась обратно в село Ивана и Слобода, Сасовского района, Рязанской области. Я сказала папе, что муж твой, Алексей Ильич Калинкин, пал смертью храбрых по своей глупости где-то в Белоруссии. А мы все живы и здоровы. Но, наверное, благодаря таким людям и сохранилась страна, которая называется Россия, в которой говорят на русском языке и поступают, пусть неправильно, но по-своему. Семьдесят лет назад на нас напало 25 государств Европы с населением 400 миллионов человек. И за три месяца войны Красная Армия потеряла 3 миллиона пленами и полтора миллиона убитыми и раненными. Каждые три месяца, первые три месяца войны Красная Армия теряла по 225 танков в сутки. Но война, начавшись в Бресте, закончилась в Берлине. И одним из главных сражений этой войны, на мой неосвещенный взгляд, была битва с Москвой, когда в холодных заснеженных лесах лучшая армия мира, которая за две недели прошла Францию, за 18 дней Польшу, была остановлена мальчишками и девчонками, 17-18 летними. Когда я спрашивал маршала Язова, слава Богу, он еще жив, сколько было времени езды от Красной площади до передовой, он сказал, час двадцать на тех дорогах, на тех машинах. И я хочу начать рассказ, свой рассказ об этом потрясающем подвиге, об этом чуде, песней, посвященной вам, еще одна песня, называется «Московское ополчение 41-го года». В Москве жило тогда 4 миллиона человек, 800 тысяч ушло в ополчение. Каждый пятый москвичин, москвичин. Не считаю тех, кто пошли по повесткам, встали и пошли выявлять. Хотя не было оружия, хотя они были к этому не готовы. И 16 октября, застой в Москве, где не работал метро, раздавались гуки и шаги людей, которые шли. Вставай, страна огромная, вставай, на смертный войн. Под листопадом перешел, под палевый, под осенью волшебный торжества, уходит на войну Москва. Цветаево уходит по Стернакова Москва. И репины идут, и келеровские, торжественные и неумелые строй. И затихают улицы московские, наполнив ожиданий воздух свой. Уходят и строги, и опоясанные, веселые, смешные чудаки. И затихают тополи, и ясенит, и двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные, все, получивши звание солдат. Ведь сказано, вставай, страна огромная, садовая, причистенка, арбат. Уходят не за званием, не за слабою, а потому что стало нелегко. Уходит Агромович, Сокут, Жабаю, Ланшемкин, Долматовский, Михалков. Ведь тех, кто были прежде, перемили, силу не хватило веры и люма. Ведь против нас сегодня в Йоте с Шиллером, и Вагнер, и Бетховен, и Лимарк. Идут лавокаланками, таганками, и вольцам скрипки римские права. И будут их давить подвязной танками, и в контратаках швайсерами рвать. Берег злая земля, взрывов мятая, в риме творческие их пути. И тут, но все же, в мае 45-го Берлину в ополчение пойти. Ну, конечно, у нас, знаете, у нас есть свой отчет. У нас очень много сейчас праздников, всяких разных. Мы считаем праздники настоящие. Это 72 битвы Татковского. Это 72 битвы Татковского. Мне было очень приятно, когда волгоградские власти сказали, что они во время празднования этого праздника будут называться в городе. В честь великого человека, величайшего полководца 20-го столетия, который за очень маленькое время сумел защитить такую огромную страну от объединенных сил, сытой, благополучной и присмиревшей в раз Европы, которая работала, наверное, на лучшую армию мира. И Сталинград – это еще одно прекрасное русское слово, которое не нуждается в переводе на любой язык. Мы служили честно, пили мы и пили, мы не уходили с тени огня. Только здесь комбата – жить всего неделю. Командиру взвода – жить всего три дня. Самолеты в небе кружат вроде утопи, пылают дыр на танке на полях. Командиру рода – жить всего пять суток. Раскрывай объятия, матушка-земля. Пули словно птички, да порою вешне мчат на небо души. Пять минут вагон. Немец он воюет, здорово, конечно. Да и мы уперлись в волну сапогон. Кто с войны вернется, а кто в землю ляжет, знать никто не знает точных адресов. Старшина посмотрит, да сквозь зубы скажет. Жить стрелку пехоты. Только пять часов. Я долго мучился, пытался найти материал, читал книжки. А потом я вспомнил, что в этом школе, где я учился, откуда управлял волноходом, учителем труда в школе был Николай Михайлович Зимарин, который не носил никаких орденов и медалей, но который однажды нам после празднования 9 мая раскололся и рассказал, что он был в страшной руке напередке в Сталинграде. Каждую ночь ему переправляли 200-250 бойцов в его руку. Он им выдавал сухой паёк, патроны, гранаты, они шли его и вы. А утром, вечером возвращалось то, что осталось от этой руки. А Михайлович не спорил со мною, он ногою лопил по земле. Я, ребят, служил старшиной в Сталинградском железном котле. Там с утра пополнение в роте 220 примерно ребят. Мне на них, по моей поработе, выдать хлеба, патронов, гранат. Им потом по разваленным топать, мастеруясь ночную зарею. А потом по взлатам, по окопам, на фашистского зверя вперёд. А потом на машинке верой, прикрываясь в могучем ура. Вот и вся эта эротика вера, что пришла из-за Волги вчера, А потом длинным матом, кулаком по плакатам. Где все эти солдаты? Мне кричал старшина, я их вечером синим. Встречу чёрных и сипу их, до десятка от сил. Вот такая война. Там ведь падали целые стены, и бетон под ногами дрожал. Там не брали солдатушки пленных, просто нигде их было держать. Там пять дней под камнями кричали, и растаяло солнце в пыли. Там солдаты не гибли случайно, там случайно лишь выжить могли. Вот такая вот песня. Мне ж давали на двести, а осталось их в моем месте. Двадцать, мать, перемазь. Тут какие секреты, соль, тушенка, галеты. И куда мне всё это после было девать? Мы его на девятое мая стали грамотой награждать. Мы, Михалыч, вас так уважаем, вы для нас настоящий солдат. Он ответил, ребята, не надо, я от чистого сердца прошу. После этого вот Сталинграда я наград никаких не ношу. На гармошке полночи наяривал, он за роту в трепище солдат. Николай наш Михалыч Зимарин, старый школьный учитель труда. На гармошке полночи фигалил, он за роту в трепище солдат. Николай мой Михалыч Зимарин, школьной юности суперзавезда. Эх, ребята, ребята, вы ведь учитесь в пятом. Вам ведь тоже солдаты, где без слов под приказ. Ты воюй так, как можешь. Но не дай тебе, Боже, чтобы было похоже, Как все было у нас. Как все было у нас. Я уже говорил, что я считаю вас одним из духовных центров нашей Родины. Главное, мы считаем, что вот мы, те, кто занимается военной альтерской песней, Мы считаем, что Родина, это не территория, Родина, это не бэушные японские машины, Это не китайские шмотки, шитые по американским рекламам, Это не замечательные финские телефоны, А Родина, это музыка и слова, которые звучат в душе у человека. И для меня еще, я вот сейчас подумал, Родина, это вы. Это люди, которые являются технологической защитой души нашей страны. А за вами уже живут все остальные люди, Которые показывают часто в телевизорах. По моему мнению, непосвященному, часто незаслуженно. И сейчас я хочу поговорить о танках, о наших лучших в мире, О которых очень много сказано. Но чем больше они говорят, тем больше интересного появляется. И вот, мне посчастливилось познакомиться с музеем бонетанковой техники и вооружения в Кубинке, где находится самое большое количество экспонатов. Сейчас создана ассоциация музеев, и наш музей избан американцами, французами, немцами. Центральным музеем в этой ассоциации я вас приглашаю. Потрясающий музей, где находится еще один из духовных центров в нашей стране. Потому что когда стоит, что это стоит 4-7-6, сделан с трейнгазским трактором в заводе, у которого на пяти пятках резины нет, потому что их не хватило. У которых нету стекла, у которых весь выхлопные, все выхлопные газы от выстрела шли башням, у которых заряжающий после сорока выстрелов угорал, он лежал на бульокладке, обувели два человека. Командир, он же наводчик, он же заряжающий, и механик-водитель. Связи там не было, потому что рация выходила из строя, через 50 км пробега на лампах все было сделано. И связь осуществлялась так. Вот это осколочный, вот это бронебойный. И сапади на плечи механику-водителю, давишь на правое плечо, поехали направо, давишь налево и налево, и по голове коробки удары, значит остановиться, с коробки востреляют. Вот такая война, вот такие танки. На ночь услышим голоса бойцов убитых в отдалении. Мы сутки спим по 2 часа, поскольку это наступление. И восходящая заря, что будет чей-то крайний выстрел, целует ласково с нолят в руках немецкого танкиста. Держатель загнет дугу и застегнет двую обладку. Ну что, ребята, алис гуд, идите в гости, все в порядке. Поставлю котелок на стол, вам будет днем недорогена. Он и верит в кушке с твоей ствол. Я верю в СССР победу. Летит весенний ветерок над молодой листвой зеленой. На перекрестке трех городов, где наша кожевая колонна перед боем. Броня кривка и танки словно ветры, И старшина налил на вам души. Да невец бьет нас в лоб с двух километров, А нам его лишь матом в лоб прошить. И новой краской зеленеют танки. Комбат-апорт за Сталин огнесет. Вот только жаль от вражеской балмонки. Нас никакая надпись не спасет. Вы взглядом в нас, ребята, проводите, Чтоб рычаги давил нам все на сто. Небритый черт, механик наш водитель, Наш Бог-Отец, Бог, Сын и Дух Святой. И чтоб на бочек дьяволу по глазу Вертел быстрей свои маховики. И по машинам вражеским не мазал Всем героизмам нашим вопреки. И из атаки выйти незадетым, А немца, коль, не задрожит рука, Коль попадет, так, чтобы рикошетом, А коль пробьет, так сразу, чтоб в бойка. Ну вот и все, за грохотали тараки, И лесокрай окутался огнем. А тот, кто будет жив после атаки, Пусть остальных из крошки поменет. Броня крепка, и танки наши быстрые хлопают, И наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты, Свои отчасти верные сыны, Верные сыны, верные сыны. Красная ракета, и на пологаз мы не видим света, Свет не видит нас, в трех прессах летает, Мерок и стерня. Ну давай, родная, вывози меня, А в прицеле скачет прямо за стволом. Ближняя задача, роща за селом, Нам проехать щука, полторы версты, Только в промежутке на броне кресты. Кто скорый, кто первый, все не для меня. И снаряд пантеры, выдержи броня, Пусть поможет либо дьявол, либо бог, Чтоб плоды в калибре. Неборь стариков несет на плица, Ветер старичный, калибры вражеских спланов. Мы будем жить светло и вечно, Нам только в это взят село. Из-за ближней хаты чей-то длинный стол, Ну давай, ребята, загаси его, Все равно какой мне там прицеле зверь, Выстрел бронебойный, разберем теперь. Хрустки мерзкие пушки, сломанных костей, Сломанные версушки, метры на верстке. Ты давай, зараза, в ручки не играй, Только ногу сгадься, брат, не убирай, Мы ударения подоставим, А скорость лоты разберет. И тридцать тонн уральской стали Летит вперед, летит вперед. И тридцать тонн уральской стали Летит вперед, летит вперед. Трассы снарядов, огненный клубок, Вот кому-то рядом залепили в бок, Полыхнула лаза в небеса свеча. Мы за вас, ребята, валимым сейчас! Тишина запела, слонами в ушах, Но еще летела на промену шар. На небе гуаши, господа купель, Вся бригада наша пять машин теперь. А когда затихли взрывы и стрельба, И горела тихо ближняя изба, А над черной сушью выжженной травой Тихо плыли души мертвых и живых. А в небесах цветут гуаши, А у реки полос горжи. И это поле, слово наше, И мы с тобой смогли дожить. И это поле, слово наше, И мы с тобой смогли дожить. А что вы думаете, что это так? Это ни о чем он не думает. Он стоит и курит, Смотрит, как поднимается дым От его самокрутки, А сзади лопается краска На горячих танках его товарищей, С которыми 15 минут назад он курил Вот на той опусте веса. Вот и все, А сдувают сломы, И механик колотает из фляжки, Между траками Лянет полы. Мы сегодня Родились в рубашке, И во рту Шелестящая месть Объясняет, Мы живы с тобою. Дам кому-то Другому гореть После этого Встречного боя. Ах, как сладок Горячий табак Людям, выжившим В танковом силе Это общая Наша судьба Под названием Т-34 Этот грохот Стоящий в ушах И механик от пороха серый Это общая Наша душа Что москвозь пробивает Пампера Траектория Драков пройдет Неизвестность О жизненной глади От расслабленный Танковый взвод Нагорает На клевере сзади Мы стоим На пушке вдвоем В люк вливается Небо гуашки Это поле С кострами На нем Наши все-таки Все-таки Наше Мы в измятую Кружку Нальем Мы помянем Танкистов Бывавших Это поле С кострами На нем С утра этого Все-таки Наше Друзья мои рассказывали истории которые рассказывали моих родителей Первые песни были посвящены одному из моих друзей его отцу который вывел в бригаде параллёв на танках КВ 48 машин 2,5 часа подготовки 6 км по фронту 8 км в глубину До окраины села Конечная цель Дневной боевой задачи дошло всего 2 машины у которых 1 пострелит ствол Немцы это было учитель Это была лучшая армия мира с которой не мог никто воевать помену с вами Еще один друг у которого отец воевал в воевом для роте Которую никто не спрашивал что они ели во что они одеты во что они обуты Им надо было вытащить лобовой броней вперед пробитую машину выглезти из боевого отделения то что осталось от предыдущего экипажа и как можно быстрее установить этот раненый этап Это минус 40 мерзлыми руками Это детали которые поднимали вручную для которых нужны были специальные подъемные устройства и в результате награждали их как правило грамотами то есть лист бумаги размера А4 дворового цвета на котором большими красными буквами напечатаны разные слова о мужестве и героизме портреты Сталина портреты Ленина и карандашом подписанных криво омилия человека который проявил мужество и героизм в боях под веслой области операции Ремонтник При такой ремонтной роты Алексей Петрович Кошкин крутит гайку на морозе от мороза матерясь он висит невероятно анатомия всем возит если ж он изменит позу все детали ровнут в грязь тогда еще час двадцать или может быть час сорок забирать их всех придется чистить мыть вытирать и не сможет в результате починить кудру моторы двадцать первая прихода чтобы на фрица наступать а фашист резерв подтянет подвезет боеприпасы и во фланг контр-атакой 103 чека засадит нам и голодейская прихода не вольнется в гран-черкассы а будет всей своей массой превращаться в беды подвез и 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 Петрович Кошкин статистическим резервом, Потому как штаб бригады было некому спасать из своих. 34-й тигр спалил снарядом первым, Несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. От дома сад, от дома гуси и трактора Гудят за речкой, и теплый ветер дует щеку И сбит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я до него, Смашу все грядки, тетя Дуси, Поправлю печь, срублю колодец, А жить бы только до конца. Отвернул он наконец-то эту бешеную гайку, Починил застопший дизель, и он завел с полкинка. И вперед пошла бригада, и освободила город, Проявив умение храбрость, как советские войска. А танкистов наградили, всех медалью за отвагу, А кумбрину закололу, так дали красную звезду. Но во всей ремонтной роте, за отличную работу, Сам главком товарищ Сталин, благодарность объявил, Благодарность объявил, благодарность объявил. Выходит на запад, дорогу прямая, Сквозь и демократии нашей судьбы, 9 мая, 9 мая, похоже на небы, Но все-таки были. В 2002 году из болота под Псково вытащили танк, 5.476, производство Соленгазского тракторного завода, Который был сделан из героизма, Потому что ни резины, ни стекла, ни цветных металлов На заводе к этому времени не осталось. Это был единственный завод, который к этому времени Выпускал танк на территории Советского Союза, Потому что Харьковский завод, он же Нижний Тадел, Еще не начал работать. А все остальные находились уже в окружении, И танки поставлять не могли. Выводилась машина, шла на фронт, Ее подбивали, ее затаскивали обратно, Снимали детали, поврежденные, Скочевые соседних танков, И новая машина шла опять в бой. И вот такой вот танк в составе бригады, Шел на фронт, ну а поскольку тогда, Сами понимаете, освещения не было, Механик заснул, случайно за рулем, Съехал в гаде, и машина ушла в болото полностью. Экипаж успел выскочить, И ровно через 60 лет, в 1902 году, Эту танк вытащили, отремонтировали, И мне посчастливилось посидеть в нем, Когда из него только-только выгибли ил, Вот, я сел, закрыл крышку, Такая вот сидушка, припичная, Рядом на капель, огромный, Посмотрел в стекло прибора, Где было видно желтый цвет и пузырёвский, Вот, и почувствовал запах солянки, Я говорю директору музею, Валпурия, а вы чего заправляли, Что будет негде? Это вот та солянка 42-го года выпуска. Ну и, наверное, есть Бог на свете, Вы знаете, это лучше меня, Когда тебе он что-то пирает, Надо просто остановиться и послушать внимания. И вот то, что я сейчас пою, Это проделать буквально в 20 минут, После того, как я посидел, Пойду, там тебя. Меня поцепили за оба клюка, Расклеила веки трясина, И я увидал над собой облака, И ветер, летящий в осинах, И я увидал над собой облака, И ветер, летящий в осинах, И время мое побежало опять, Как будто вчера заводили, И снова услышал я, Ёж твою мать, и понял, Что мы победили, и понял, Пожить мне еще предстоит, Пускай не герой победитель, Поробитые немцы, братья мои, Простите меня и поймите, Простите, не смог показать Мастерство красивой военной работы, И сеять бы годы, Но лишь одного меня сохранило болото, Не сжег меня пушки, Немецкий расчет, И тигр меня не искалечил, Меня не располагил, Товарищ Хрущев, Огромные на деморские печи, Резон здесь, конечно, Ты ищица свой, Сегодняшним людям подарки, Вы можете запах глотнуть боевой, Моей краснозвездной солярки, Залезьте, не бойтесь испачкать штаны, В крови из солярочных брелей, Почувствуйте кожи, дыхание войны, На чем ваши деды горели, Я брошенный в землю военный посев, Я памятник сгибу в Широте, И мирная техника прет по шоссе, Поскольку я был в том молоде, Я с пушкой обчищенный сказок, Для вас непонятен и страшен, Солярками пахнущий, Правый кусок, Истории Родины нашей, Что я усерен, Экипаж виноват, Да наша смешанная природа, Я танк, я убитый, Советский солдат, Второго военного года, Я танк, я убитый, Воскресший солдат, Второго военного года, Я дед, убитый, Воскресший солдат, Второго военного года, Браво! Вот этот танк, это он и есть, Это главное действующее лицо сегодняшнего концерта. Вы же занимаетесь как раз Параги, друзья, технологией, Вы понимаете, что это такое. Когда одна пантера Строила 30 Т-34, Производка. Есть одна из версий, Что Тридерих потерпел Соключительное поважение Благодаря производству Эти замечательных танков, Которые пробивали Т-34-76 С расстояния полтора километра В лоб, да? Но стоили Вот такие пешеные деньги. И вот этот танк, Т-34-76, На котором сбоку написано Кривый глуховный снайпер, У которого, Вот видите, Два катка есть Презиненных, Остальные все Без этого дела. Вот. И Я специально сделал Вот этот балер Я присел на грушевный фестиваль В прошлом году На нашей военной сцене. К сожалению, У нас сегодня звезды И считаются Тлохо одетые Девчины и мальчики, Которые Бугнят пресмысленные песни Под пресмысленную Одинаковую музыку. Вот. А настоящие звезды Это, конечно, Вы. Это люди, Которые сохранили Душу нашей, Техническую душу Нашей великой страны, Которая всегда Находила адекватный, Недорогой ответ Всем пользует Запада. Вот. И Вот эти люди, Которые здесь, Их должны знать Все наши граждане, Особенно дети. В центре находится Великий воин, Великий танкист Михаил Катуков, Который победил В кавычках Не победил Кудериан А под горным Серпухов В центре Попахи. Справа от него Самый результативный Танкист Великой Отечественной войны Дмитрия Лаврененко, Который за два месяца Войны Под Москвой На своем Т-34 Сжег 52 немецких танков. Лучший немецкий АС Михаил Битвин За два с половиной года Сжег 262 души. Вы сами понимаете Ваше всех Выше образование. И погиб наш Дмитрий Лаврененко Случайно Воспоком, Потому что Себя не берег. А слева От Михаила Катукова Находится экипаж Женовия Кавабанова, Который сделал вещь, Которой никто Не поверил вообще. За полтора часа Боя Под городом Ленинградом Его Один Танк КВ Сжег 24 мест Которые ехали По дороге Состояния 150 метров Слева и справа Было болото Посредине Бурака Зиновий Калабанов Получил Задачу У него было Три КВ Он их расставил На танкоопасном Направлении И вот Когда показалась Эта колонна Он сжег Первый танк И последний Все остальные Стали разъезжаться Вязнуть Но немцы Поины Очень хорошие Они развернулись И присоединить Из 20 стволов Ответли ему Адекватно Когда он выходил Из боя У него не поворачивалась Башня У него не стреляло Орудие У него из всего Видов оружия Стреляли Только Личные пистолеты Все остальное Заедело Но боевую задачу Он выполнил Когда он Положил об этом Своему Конгриду Конгрид не проверил Из своего Героя Советского Союза Зиновий Колобанов Получил В 1992 А Дмитрий Лавриненко Стал Героем Советского Союза В 1993 Вот Такие Настоящие Наши Звезды Я Заканчиваю Тему Войны Песни Которая Тоже Появилась В результате Я много Читал Читаю Стараюсь Соответствовать Своим Родителям Вам Соответствую Вот И чем Больше Читаешь На войне Тем Больше Интересного Возникает Вопросов Разных И вот Т-34 Это Конечно Один из Символов Нашей Любой Страны Как Автомат Калашникова Как Ракета Семенка Как Зерка И Т-34 Это Вы знаете Да Танк Который Задумался Какой Лучший Танк Всех Времен Народов Такой Получился Это Танк Который Его Главный Изобретатель Его Главный Руководитель Этого Проекта Михаил Кошкин Лично За ручьями Приехал В Москву Зимой 39 Года Простыл Растыл Умер Жизнь Человеческая Перешла В боевую Машину Это Танк Который Делали На Заводах Где Не Было Крыш Где Не Было Стен Но Стояли Странки Маленькие Дети И Женщины Точили Детали Для Этого Танка Это Танк На который Сдавали Дети Всей Страной Генерал Баграмян Сдал Дети Свои Личные На два Это Танк Про который Написан Следующая Песня Это Мысли Сверкающих Выск О Победе В Любой Войне И Металлом Одетый Смысл Что На Свете Мы Всех Сильней Это Правило Где Лежит Гениальная Простота И Конструктора Главного Жизни Перешедшая В Этот Танк Это Холод Гулких Цехов И Под Небом Пустые Станки Дети С Бабами У Станков На Войне Давно Мужики И Бумага Последних Рублей Припасенных На Чертый Тень И Колец Обручальных Блеск Снятых Тысячами Людей И В Наушниках Заводи И Прорвать А Ворону Приказ Ну Родимый Не Подряди И До Самого Пола Газ И Воланги В Баш Не Удар И Застывший Радистов Взгляд И Панерная В поле Звезда И Сто Грамм Заводивших Ремят И Прорвенная Броня Всех Из С� В Моя Баг 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это слава моей страны, D-34 Это слава моей страны, D-34 Это слава моей страны, D-34 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 D-35 D-34 D-35 D-34 ПЕСНЯ 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 В начале своего выступления коснуться Крыма и прочитать старое стихотворение, которое посвящено месту гибели деда. Он погиб у меня под границей с Белоруссией, Россией и Белоруссией современной. Он похоронен в огромном Кургане, где похоронены 7 тысяч человек. Важно понимать, что сегодня в Крыму и на юго-востоке Украины мы противостоим не украинскому народу, а вместе с украинцами, плечом к плечу, стоим против новых фашистов, недобитых бандеровцев. Я написал этот стихотворение Бурган лет 15, наверное, назад. Мы его всегда одинаково понимали и принимали русские, украинцы, белорусы. Здесь, на страшной войне, поднимая немеренный груз, закипала земля, и дивизии душ возносились. А теперь осторожно, тихонечко, Белая Русь, здесь под шепот лесом, переходит границу России. Не шумлива дорога, она бережет тишину, отгремела давно, и загибнувших отголосили. Лишь по карте поймешь, что заходишь в другую страну, все как прежде, в одной, неделимой Руси и в России. Каждый год по весне молодую листву теребят неподвижное время, забыла мирские заботы. А в деревне сначала напоят, накормят тебя, а потом уже спросят, что надо, откуда их тот. Лютовала война по зиме, эту знойную тишь, не услышат они, те, кто пал за просторы родные. Упадешь на траву и на вечное небо ленишь, все как прежде, родное, на Белой Руси и в России. Позабытые нами пустые глазницы глядят, тех ребят, что повзводно лежат по болотистым чащам. Нам уже не узнать про геройство истелевших солдат, как не вырвать имен изо ртов вечно немокричащих. Но остались для них неделимыми наши леса. Да и гибли они, чтобы жили мы вместе, как прежде. И когда их хороним, и слышатся их голоса, поднимаются в душу и голосом зреет надежда. Слава Богу, что нету еще между нами застав. По граничному службу питают единые корни и могилы святые. И милы эти места, где живут еще в дружбе собаки, селяния и конь. Здесь Курка, где среди многих тысяч фамилий моя. Зазывает страну, не бывает которой красивой. В ней из древней сроднились болота, леса и поля. Кличут Русью и ее, а еще называют Россией. У нас такой военный сегодня концерт. И сейчас прозвучит песня «Торога музея уда». Честно говоря, я думал, что она написана исключительно для внутреннего пользования. Там и свой сленг. Ну, думаю, что он понятен. Но в этом она называли поинтранспортеру. Но это своя ситуация. Ну, а благодаря фильме «Мелодия» и его театру «Натаганке» уже больше 20 лет и спектакль. Они используют разные спектакли и песни, называются «Арган». Песня получила распространение. Все песни в Афганистане вели в большинстве у них. Они имеют документальную основу, потому что действительно это было богаче любого вымысла. Ну, и, собственно, эта песня тоже. Парень погиб в Афгане с нашего двора. 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 За кордон гарнизоны поющие Улетали в чужую страну. Здесь и почта, и свет с перебоями, И девчонок большой дефицит. Половка находила героями, Не вверив на героев льви. Не вступилась на красные звезды, На посмертные звезды страна. Вместо нас по домам нашим розданы Краснозвездные те ордена. Вместо нас по домам нашим розданы Краснозвездные те ордена. Только тянет нас радость негромкая, Колоколин и голос живут. С юга по нему клиньями лонгими Возвращаются души домой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 13 февраля исполнилось 25 лет вывода из Афганистана. Мне было очень приятно. Я сам в Афганистане не был. Как Миша написал рапорт. Мне его начальник прожил. Смотрел на меня внимательно. Зачем говорит. Калентин, в голос гаде считалось, Тебе что-то нефиг делать совсем. Он говорит. Значит, Миша, мы тебя пошлем в Афганистан, Как только ты там понадобишься. Сразу. На следующий день. Иди работай. Смотрит на нас. И мне было очень приятно, Когда меня попросили написать выступить. Потом началось что-то невероятное. За три дня я написал программу, Которую потом 8 раз мы эту программу показали Жителям города Москвы. И мы ничего сами не придумали. Мы взяли песни. В том числе Мишу. Вот эту великую песню. Как нам рассказывали наши друзья. Сережа Цис, артист Театра на Таганке. Если в районе Театра на Таганке Эту песню кто-то не знал. Пацанов его пили до тех пор, Пока он не выучил славу. И 8 наступлений за три дня было с этой программой. И я понял, что в нашей стране происходит что-то правильное. Раз она перестала стесняться Своей настоящей славы. Своей боевой славы, За которую заплачено нашими с вами. Жизними, заплачено временем наших лучших. И Афган – это победа. Это 10 лет войны, За которой 15 тысяч человек ушло из жизни, к сожалению. Но американцев за Вьетнам ушло 250 тысяч человек из жизни. Мы потеряли 333 вертолета. Американцы потеряли 4,5 тысячи вертолетов. И 5,5 тысячи самолетов. 72 Б-52, вы должны это знать. Вы это знаете, конечно. Завалили там в Вьетнаме. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И то, что сейчас там происходит, Приезжают оттуда люди, Бывшие душманы к нашим друзьям, Спецназовцам. Просят приедеть нас, Получите пожалуйста. Потому что те, кто там сейчас живет, Им это все не надо. Афганистану это наша слава, Это наша гордость, Это то, за что мы должны ходить, С поднятой головой. Потому что там русский солдат показал, Русский имеется в виду прилагательный, Русский украинец, Русский татарин, Русский еврей, Русский тот, кто говорит на русском языке, Это русский. Вы это знаете, извините, я напоминаю. Еще раз доказали, Что нет в мире лучше солдата и офицера, Чем те, кто говорят на русском языке. Полет на малой высоте. Винты хватают воздух, словно руки, Выбрасывая пункт назад и вбок, И нервы как нацянут ее руки, И летчик-командир он самит, ох, И летят по сторонам песок, И с углинком ножное естество, В который разберется и пустыней, Играем в кошки мышечных, Кто кого, вот озеро надорвано, На пленка и черного скелет на ливниках, По левому борту летит зеленка, А в ней, наверное, духи с ДШК, По правому борту синеют горы, Под дымкой, как под газовым шарфом, Но руки, надыкаясь на затворы, Напоминают, это только фунт, Здесь измерения нити. Здесь все быстрей и пристрастней, Полет на малой высоте, Что может быть его опасней на малой высоте, Летят в пульминах рассюжеты, Как будто впереди за рикурьбой, А впереди лучше недалеко где-то, Нас ждет недавно начавшийся бой, И кажется, в верхней картинок, Что вертолек, рахочущий, завис, И мщет на нас война неотвратимо, И трассе на неманят сверху вниз, Здесь измерения нити. Здесь все быстрей и пристрастней, Полет на малой высоте, Что может быть его опасней на малой высоте, На малой высоте, на малой высоте. Самой миссис служил Николай Иванович Кукушкин, Который водил колонны по трассе Харатон, Салам, Кабул, Потрясающий человек, У которого было все всегда написано, У которого все всегда было чисто, аккуратно. Людей на этих постоянно спрос будет выше головой, Он был хорош в горах Афгана, И в джунглях каменных Москвы. Вы извините, я не Кукушкин, скажу, простите, как смогу. Перед таким, как Иванович Кукушкин, Любая Родина ждала. Начальник управления послушал, сказал, Ну, про Родину, может быть, и не надо было. Но вообще, конечно, по сути, правильно. На Машу Лустинову понесли на попись бумагу, Там было написано Авианосис Дуайт Эйзенхауэ проследовал Средиземное море. Словие Эйзенхауэ, букву А, машинистка, запыл бы печатать. Он сверху написал синим кандашом. Орфографически неправильно, но по сути точно. Коломна. Мотор на подъеме, отсад наредет, Как будто на воздух разрежен из лица. Коломна идет, коломна идет, Усталые траки, колеса и лица. Коломна идет, мимо горных вершин, Лугов и полей в разноцветных заплатах. И мимо стилетов сгоревших машин, Что были коломны, тоже когда-то. Пусть кузовит только пшено и мука. И как на картинке раскрашены горы, Но на автомате застыла рука. И мир сконцентрирован в секторах зора. Камаз-работяга бежит тяжело, Но словно затвор передернутый нервы. На этой дороге, уж так повелось, Стрелять нам придется. Вторым, а не первым, здесь на чаше одной Сахар, соль и мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать пока? Наши души на броне живет. И вспышка на склоне, Разрывы и звон стекла лобового Передней машины, сквозь грохот стрельбы, Чей-то сдавленный стон из ствола греба. Заходится длинно и дымно чадит, Разгадаясь камаз, солярка и кровь. На горящем бетоне ищурится зло, Сквозь прицел правый глаз, И крошатся камни от взрывов на склоне. Кто станет, кто ранит, кто жив, кто убит, Все это не выше другого предела. Коломна стоит, ведь коломна стоит, И пули глотает. Большим своим телом здесь на чаше одной Сахар, соль, мука и бензин, И патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать пока? Наши души на броне живет. И смерть и быту же сжимался бы круг. Да там за баранкой такие ребята. Корящий камаз покачнулся и вдруг К обрыву пополз на дымящихся скатах. И перевалив через круглый карниз, Он как человек из последней силы Застыл на секунду и ринулся вниз. Коломне исход, подарив изумагины, И в мире во всем больше не было зла. Нас остановить, нас заставить обратно! Коломна пошла, коломна пошла, Второй и шестой, и восьмой, и сятой, Здесь на чаше одной. Сахар, соль, мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать пока? Наши души на броне живет. Мотор на поле, на царь наревет, Как будто на воздух разрежен из улица. Коломна идет, коломна идет, Усталые траки, колеса и лица. Коломна идет, мимо горных вершин, Лугов и полей в разноцветных заплатах, И мимо стелетов сгоевших машин. Что были коломны? То же когда-то коломна идет, Коломна идет, коломна идет. Мне не счастливилось быть знакомым С представителями лучших в мире, Властей человеческого бытия. Я очень рад, когда я познакомился С нашим летополётным заводом ОКБ «Миря», Здесь, в Подмосковной Томилино, Который по праву является самым крутым, Как сейчас говорят в мире, Центром по производству вертолётов. Не зря американцы купили Наши Ми-117 для афганской армии, Когда их ребята из Сейкорского Стали жаловаться на это, Они сказали, нам нужен вертолёт, Которого не надо каждый день настраивать, Который летает там, где ему надо летать, А не там, где он может летать. Вот, и еще одна наша символ, У него 8, конечно, 30 тысяч единиц Было сделано во всем мире, Продолжает летать, продолжает быть Непредойдённой боевой машиной. И еще один летолёт Ми-24, Который воевал, воюет и будет воевать С разными названиями, Благодаря вашим идеям, Благодаря вашей силе духа вашего И силе вашего ума. И вот такая тоже история, Мне рассказывал ее один наш общий знакомый. Называется «Крокодил-песня». Освещается Ми-24. А наш пятнистый крокодил В какое место угодил, Откуда нужно очень редко выйти целым. И слева варит дышака, И ручка прыгает в руках, И через пыль не видно ничего в прицеле. А наш ведомый вот чудак, Он все летает кое-как, Все разорвит, залезь под наших нуров трассы, А там внизу мотострелки, И много думать не с руки. Опять забыли позорные попласы, А тут откуда ни возьмись, Летит граната сверху вниз, Влупили духи очень грамотно сверху жди. И если в капельку точней, Не жить бы здесь тебе и мне, Пришел конец бы, Нашей доблестной ее душке. Но слава Богу пронесло, Мы полохали крылом, А мы дамо им ответ в табло из блока нуров. Вы извиняйте нас, друзья, Нам не ответить вам нельзя, Наш экипаж высокой воинской культуры. Вертолет огневого прикрытия Чистит землю надежно от уха, Ну и нам только, Пермамиль трассерам, Обозначьте, где зад, где вперед, Площадное устроит накрытие, После нас будет чисто и сухо, Ну а что там случайно останется, А пусть пехот потом подотрет. А там внизу проснулись вдруг, Кричит наушник, Слышишь, друг? Скорее становитесь в круг, А то нам, опа, Левее двести ДШК, Вы им подкиньте огонька, Покуда он нам по полгаме Перехлопал. Ох ты, родная мазута, Мой оператор-музыкант, Сейчас сыграет в две руки, Он духом мессу. Мы, как настройный рояль, Снимаем склоныш и уаль, И отстоим родной пехоты интересы. Вертолет огневого прикрытия, Коммунальная наша квартира, Лучше бросить красивую девушку, Чем в бою обороты винта. Обеспечить сплошное накрытие, Наш летучий Т-34. Жаль обшивка, В делах героических, Не во всех сохранится местах. А добрый техник наш Кузьмич, Он произнес красивый спич, Что он опять всю ночь мне, Что подырки у ваших. Прости, Кузьмич, прости, родной, Империализм всему виной, Мы сдвинем разом Алюминиевые чаши. Потом примчался БТР, Мотострелковый офицер, Нас обнимал и много наливал из пляжки. Чего слова-то говорить, Ты, БТР, благодари, И приложи брату кладом к своей фуражке. Вертолет огневого прикрытия, Он подобен настроен на Илье. Партитуру с листа незнакомую Отыграли красиво в шестерок. Из любой передряги нас вытянет Наш любимый МИ-24. Дорогой наш, дырявый, единственный, Настоящий, проверенный друг. Настоящий, проверенный друг. Мне было очень приятно, Когда мы были в поездке По нашему прекрасному Отечеству И приехали в город Валикавказ, Где установка очень такая своеобразная. Приехали в бригаду спецназа И после концерта Офицеры нам, Если бы просили спеть это, спеть то, А потом один из них сказали, Товарищ майор, дважды подорвавшийся на Мини, Попросил спеть песню про сапера. Я говорю, а которую песню про сапера? Песня про сапера была написана в 1687 году. Моя. А он взял и стал ее цитировать. Мне было ужасно приятно, Что просто нормальный человек, Который занимается этим делом, Помнит на память, Значит, наверное, что-то выпало. Есть. Сапер на афганских дорогах, Главное действующее лицо. Взади стоит колонна, Которые везут еду, воду Для города, который впереди задыхается Без воды, без еды. А перед ним узкий карниз, Ширина 3 метра. И там, в этом карнизе, лежит сверху Кастрюля, наполненная толома. А под кастрюлей что-то еще. Какие-то проводочки. И если он нашипется, То вместе с ним туда полетит Весь этот карниз. И дорогу к этому городу Придется подбираться на другое столе. На это понадобится еще неделя. Это еще сотни человеческих жизней. Поэтому вот такая вот Саперная жизнь. Между пальцев крошки глины Мелких камешков сыпьё Откопал до середины От взрывателей ее Слева провод, справа провод Снизу вовсе черти что. Ей с пол ногты дай лишь повод Не зашьет потом никто. Увлекательное дело Тыкать в глину острие. Вот еще вернуться целым Вовсе райское житье. Вот еще подружка вода Не задел проводка. Больше ничего не надо, Чтобы жизнь была сладка. Итальянская посуда. Чиполину и хумакс. Вот вернусь так вот не буду Макароны покупать. Коль мне дам сейчас обложку Жар в спине какой-то зуд. Буду есть одну картошку Из колуди, что везут. Вот сал по ладонью вытру, Отгоню на севших мух. Он, конечно, парень хитрый, Для меня тут бывший дух. И ребята из Европы, Чьи на корпусах Крыма Капли мне нельзя прохлопать Из воротов их ума. Мне теперь владейство это С головой своей влезать, Ведь в обход дороги нету, Нет дороги нам назад. За открытым, за порогом, Что из-под моей руки Начинается дорога Для бензина и муки. Вот веревочка, два пушка, Подрываю глинозем. Тихо, тихо. Спи, старушка. Сейчас мы кошку принесем. Спасибо большое. Вы знаете, да, что Главное качество нормального военного Это оптимизм и терпение. Так же, как у нормального гражданства. Особенно дети в гражданстве, Которые работают в системе Войнотехнических связей Нашей Великой Родины. Берем то, что есть, Делаем из этого шедевр. По-другому не получится. Сами понимаете. В любой области у нас так. Я собрал как бы все свое Это осознание этого замечательного факта. И вот у нас 17 числа Я буду делать концерт Везде Глухаряк, Который называется Шизнь. Освещается нашей с вами Замечательной жизни. Ну вот. И вот такая песня, Которая называется Которая рассказывается Про боевую операцию, В которой наши стреляли по врагам, Врага стреляли по нашим. Ну, знаете, что нормальные военные, Они все эти приключения Воспринимают с детям хохотом. Вот. Потом, когда возвращаются, Ваня всходит и расскажет друг другу, Как, что происходило. Хотя у человека, Не понимающего, От этого голоса встанут на голове И на всех остальных местах. Такое приключение Тоже быть сосед нам рассказывал. Ура. Возле города Дерата Раз пришлось нам хреновато, Там ворыки и грязюки Мы лежали на пупке, Там стреляли камни стены И до фаллы даже все мы Не стреляла, как ни странно, Пушка в нашей БМВ. Наш старшой сержант Кукушкин Материл красиво пушку, И завод-изготовитель, И ее конструкторов До кого крыти на милость, Лучше нам не становилось, Потому, как тупки навалились, Очень даже будь здоров. Солнце жарит, словно мило, Грязь течет по нашим спинам, И уже наполовину Расстреляли свой быка, А старший тайм не теряет, И затвор все ковыряет. У него вот так было Выветали чудака. Тут из дальней от горушки Появились две вертушки И на высоте несушки Этак мимо нас летят, Дэшикапанин врезает И критимый со слезами, Как один вверх, как сползает, И колеса вниз сорчат. Духи те, конечно, рады, Вертолету лезут гады, Слаще им любой награды. Вертолет подбитый, Ведь здесь у вертушки Люк открылся, Парень у люки появился, Бинк налево и раскрутился, А на правой АКС. Не доехал до Санбата, Ну и Олег, держись, ребята! Он, как каждому, понятно, Дело их, конечно, свах. Вертолет-то загорелся, В баках керосин нагрелся, И еще через секунду Превратился в мелкий прах. Наш Кукуштин предводитель, Он стрелок, он не водитель, Он на трассе на учебной, Валят сразу все столбы, Видим мы, как страшно из пешки, Он завозит в БМПшку, И летит на БМПшке, Прямо как не может быть. Вы бы на это поглядели, Мы и духи обалдели, БМПшка в самом деле, Ни косел, ни жигули, А пока мы так сидели, Из вертушки он умело Вывел те, кто там сидели, Выйти сами не могли. Мы потом сказали, Коля, не прикидывайся более, Что в саду и в средней школе БМП-ты не водил, На учебной нам на трассе, Покажи вершину в классе. Коля гордо влез в машину, И отец столбы все сбил. И наступил этот самый день. Мы уходим, уходим на север, Покидая нелосковый юг, Густо вильзами землю засеяв. Замыкая трагический круг, Олимаемся на перевале Стальмашин, Отбирая плечом От войны Даже горы устали, Хоть они здесь почти ни при чем. Пробираясь К далекому свету, Настороженно смотрит страна, Будет славою нашою Это Необычная Это война Не своей Не окрепшую шкурой, Как щенки На глубокой воде Мы платили За все конъюнктуры Наших внешних И внутренних дел. Вот еще один лист Без остатка Завершен И отправлен В печать Этой жизни То горькой, То сладкой, За которую нам отвечать, Где из букв В основном многоточья, А из слов Хорошо и должные, Где линейки Для радостных строчек Нашей кровью Проведены. Мы придем И оружие снимем, Пыль с лица рукавом Оботрем И стакан За погибших Поднимем Февралем И тем Тем декабрем Мы свое Отработали честно На последний До самой межи Все, что было Ребята, известно Мы живые Так будем же жить А там за спиною Опоры моста Сошлись где Все наши пути Прощай, место жаркое Афганистан Прощай, если можешь Прости Прощай, место жаркое Афганистан Прощай, если можешь Прости Прощай, если можешь Прости Прощай, если можешь Прости Я специально хотел сделать, чтобы песни, которые сейчас прозвучат, песни, которыми я очень дорожу, которые родились от общения, жили замечательными людьми, прозвучали именно сейчас ветераны, посвящены ветеранам, людям, которые, благодаря которым мы живем, нашим родителям, которым пришлось не только быть нашими родителями, научить нас русскому языку и русской культуре во всей ее безбрежной разнообразности, а победить воинов, которых мы не должны предупреждать, и выиграть конфликты, в которых нас заранее, наши иностранные политики, ставили в неудобное положение между нас, а тех, кто воевал. Есть статистика объективная, дорогие друзья, цифры, удивительная вещь, которые не потрешь. Но, например, после 9 мая 1945 года однажды напечатали в газете аргументы и факты список войн и военных конфликтов, участники которых являются националистами, имеют право на годы, знаете, смешные. Так вот, после 9 мая 1945 года ни одного дня не было мировой истории, что где-то не шли войны, и во всех этих войнах участвовали наши с вами соотечественники, которые доказали всем очень четко, что самые лучшие солдаты, те, кто говорят на русском языке. И вот я хочу специально посвящение ветерану, которое, наверное, в зале есть. Он жил во вредную эпоху, насквозь прошитую войной, где то, что получалось плохо, лечилось пулей в основном, где так стремились к коммунизму, не замечая прочих ног, что начинало кровью пролизгать из лязгающих шатунов. Он дебри пересел к лесным 39-х и седьмых, когда бросала в ночь Россия своих героев фронтовых. Набитый мертвым комсоставом, знакомых множество его, тут бурелом с дурной славой, ему не сделал ничего. Другие приходили годы, сквозь Халхенгол и Южный Бук, врывались странные народы в его звенящую судьбу. Дрожало тело от ударов, в атаку педы шли кольцом, и отброс танковых пожаров ложился меден на лицо. Да, столько делов сделал о разных, и путь свой собственный тарел. Не просто выполнял предсказы, а думал, завешивал, творил. Не стал ни камнем, ни калекой привычным схемам вопреки, оставшись просто человеком с мужским поджатием руки. Может быть, мы воевали неправильно, может быть, мы воевали неловко, не успевали всех вытащить и раненых, и наступали без артподготовки. Верили слепо в теорию книжную, с криком неверным в атаке ходили. Только вот мы победили и выжили. Только мы выжили и победили. Выжили через победу великие. Всех от комрот до товарища Сталина. Мудрые через приказы и детей. И через корупа, и тисы на стали. И через русскую неосмотрительность. Через немецкую их аккуратность. И нарожали всех у вас ускорителей, И перестройщиков, и демократов. Это ведь мы, не сгоревшие в танках, Выжившие в полевых бессонбатах. Это ведь мы лет военной огранки. Это ведь мы, это мы в сорок пятом. Время летит, как иронисты ножевые. Мы уступаем роли в своих лодках. Как вы сумеете, сдюжите, сможете. Время ли вас, или вы его все-таки. Через премудрости, через нелепости. Очередные политиков измы. Хватит умами у вас, хватит крепости. Место свое отстоять в этой жизни. Мы иногда палачи по-отечески. Только поймите, в окопах или банках, Если сумеете по-человечески, Значит, не зря мы ложились под танки. Значит, не зря были марши парадные. Мертвых живыми пусть души не маются. Главное, жизнь, чтоб была у нас сладная. И все равно, как она называется. Это не мы, не сгоревшие в танках, Выжившие в полевых мест самбата. Это не мы, лет военной огранки. Это ведь вы, просто вы, сорок пять. Мертвых живыми пусть души не мастер. Это ведь вы, просто вы, сорок пять. И все равно, как она называется. И все равно, как она называется. И все равно, как она называется. Мертвых живыми пусть души не мастер. Разлететь высоко-высоко, Выше труб, выше крыш, выше пашек, Выше ветров, летящих легко, И проворных, и травных маршек, Если выше всех мыслей взлететь, Где лишь по метеору навеются, И туда, в эту даль посмотреть, С этой выси назад обернуться. И увидеть, чтоб каждый окоп Сорок первого страшного лета Эти танки, идущие в лоб, А снарядов к орудию нету, Ест глаза горь родного жилья, И грызгит, как сквозь мутную воду Тухачевский из небытия. До тридцать проклятого года И уходят солдаты в пыли, Чтоб на фронте с собою заполнить Те прорехи, что произошли, Не по их, по солдат этих воли И всех логих немецких на зло. Бьет дегтярь, окруженный из бреда, Выручая и время, и взвод, И Денштадт, и Москву, и победу, Чтобы с нашей с тобой высоты Оказаться наводчиком в танке, Что под Прохоровкою застыл От смертельной немецкой болванки И землей забросавший пожар Под стрелка стекленеющим взглядом Заряжать, 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 Пока будут в укладке снаряды, Чтобы видеть осколок схватить, Как твой ватник становится рыжим, Но войну эту все же пройти, И в войне этой все-таки выжить Под парадом наскве торжество, Чтобы сердце во мне не билось. Для чего это все, для чего, Для чего это с нами случилось, Коль взлететь высоко-высоко, Выше труб, выше крыш, выше башен, Выше ветра, лептящих легко, И браурных, и травных маршей, Если выше всех мыслей взлететь. Ну а потом началась Интересная такая полоса в жизни наших С вами, нас с вами, Когда Один Дранког мне рассказывал, Когда он уходил в Загунистан, Они там дружили с одним стариком, Старик сказал, что война пришла с севера С солдатом. И война пойдет за солдатом на север. Ну а дальше вы помните, что получилось. И вот такая песенка, Которая Один мой знакомый служил В фоторазведке, Аэрофоторазведке, И он отдыхал сначала В Афхазии, А потом он эту Афхазию разведывал. И вот он там рассказывал что-то, Что-то показывал, Жестикулировал, Выпивал, Плакал, Хохотал. И вот такая вот песня называется Аэрофоторазведка. Аэрофоторазведка, Башни с драками разбитые, И без крыш дома красивые, А еще будем подсчитывать Артеллерию меж сливами, Наносить на села целые Надпись «Сонопоражение». Хорошо, что черно-белые, В лупах лишь изображение. Вот воронки артнолетные, Вот вокзал покрытый сажей, Вот окопы минометные, Между зонтиками пляжными, Мост пролетом его вечными, Над домами жирный дым, Пережуравшие человечины, Смерти пляшущие следы. Мы почти что непричастные, Все почти что разглядели, Только линзы безучастные, Что-то быстро запотели. Эта пленка безразличная, Адвокат и прокурор, Чья-то слава и величие, Чьи-то смертный приговор, Чья-то слава и величие, Чьи-то смертный приговор. Между вторниками и средами, Через дырки в непогодине, Будем мы с тобой разведывать Вот эту собственную Родину, Нашу собственную Родину. Извините, просто очень я волновался, Я очень хотел показать те песни, Которые были написаны В течение 20-30 лет, И я собирал самое лучшее, Как мне кажется, не знаю, Получилось у меня или нет. Еще одна тема, Которая мне очень перед глазами стоит, Это я езжу в Терску уже 32 года, В 80-м году я приехал, спасибо. Сейчас мы проводим там фестиваль, Их ранний раз фестиваль мы проводили С 22 по 29 марта, Все прошло здорово, Нам везло, Нас наконец обратило внимание Наше руководство, Мы все сделали прекрасно, И я вспомнил, почему это, Потому что вот в 90-е годы, Когда проходили процессы, Известные всем, У нас был какой-то случай, Приехали два пацана, Он был 27 лет, Второй был 24 лет, Первый был капитан Димка, Он командовал подразделением ПВО сухопутной части, А второй был старлей Сашка, Который был командир разведу взвода, Возвед рота, извините. И вот Сашка, У которого ни жены не было, Ни детей, вообще ничего, Ни квартиры, Ни вещей личных, Вот, он нам с веселым опытом Рассказывал, Как они водились в Бойку В 91-м году, Как у них там надо все происходило, Я сидел, выслушивал его И думал, что елки-палки, Большие и толстые дяди наверху Не могут друг другом договориться, А договариваться приходится Детим пацанам, У которых на руках Такие же пацаны, 20-летние, И которые плакают своей жизнью За те ленивости, За те тупости, За просто, За вещи, Которые могли бы сделать, Но не стали, почему-то. Вот, и вот такая песня Тоже получилась автоматически, Я ее сам не писал, Просто Водил ручкой по бумаге, А за меня писал, Геоспорт Бог, Который все это видел. Однажды я всего прочитал, Что за время перестройки Погибло порядка 4,5 миллионов человек На территории нашего Советского Совета, Больше нигде это не писал, Никто никогда. Вот, но вы знаете, да, Что это было все сделано, Это того, чтобы развязать Еще раз то же самое, Что было в 17-м году, Ну, тогда у них получилось, Тогда началась гражданская война, Которая унесла 19,5 миллионов человек, Русских, Вот, А сейчас она не получилась, Я считаю, во многом, Благодаря тому, Что у нас была армия, И есть, Которая, Сцепив зубы, Стояла между Народным фронтом И коммунистами, Те, кто называли себя Народным фронтом, И те, кто называли себя Коммунистами. На самом деле, То есть, Это две банды, Которые не могли бы С другом договориться, И стреляли через голову Наших солдатиков И офицеров. И очень сильно Нашей стране повезло, То, что эти солдаты И эти офицеры Своими делами Защищали И тех, И других Друг от друга. Вот, И очень часто Возвращались домой В цинковых гробах, Но страна выжила, Страна продолжает жить, И об этом еще, Я думаю, Напишут книги, Напишут стихи, Напишут песни, С ним обязательно Хороший фильм О том, что происходило В 90-е годы И что делали Наши люди Форни В это время. Романс. Романс Офицера Советской Армии 90-х годов. В мутной воде Заблудиться так просто Между течениями Стремительных выбород А на плечах И поконы, И звезды И эти люди Ведь твой же народ И невозможно Приказа нарушить И не нарушить Приказа нельзя Господи Боже, Спаси мою душу Мне отведи От прицела глаза Кровь пацанов Там, где кровь лейтенантов Злобы слепой Ненавидящий взгляд Жить, как мундир По краям Солым кантом Ты человек Но ведь ты И солдат Мир хрустальный Бокал Кем-то брошенный От пол Что ни склеить Уже Ни сложить Ни собрать Я, наверное, устал Стал неплотно Захлопнул Пусть идет Без меня Злая эта игра Степана Тер Дебакует с хинвами Буквы простые Без жалостных фраз Время для жизни Мы не выбирали Время приказом Назначило нас Красный ли флаг Красно-белый и синий Как далеко бы Судьба не вела Только бы просто Стояла Россия Только бы родина Наша была Господа, господа Что же с нами Там будет Все уходит в песок Вера, жизнь и вода Нам беда, не беда Пусть Господь не осудил Были б совесть Да честь Господа, господа Господа, господа Господа, господа Ну Извините, я вас очень Не грузил, конечно Вот сейчас я хочу Просто спеть песни Которые мне с вами нравятся Они сделаны из Того, чем Питался, питался, питается Советский офицер Набрасца 1559 года рождения Который закончил Я не представился Зовут меня Михаил Михайлович Утрики мы уже слышали Академия Можайского Академия Дзержинского Военно-космические войска Отец служил Военно-космических войсках Закончил службу Звание генерала-майора Камчатка, Крым Тбилиси Соотвещала Ленинград Ну и чем я горжусь 13 раз меня Эльбру Спустил на свою вершину Сейчас мы собираемся Повторить то же самое С 11 августа Если кому-то хочется Будем рады Действием по методике Поднять всех Собственно не стало 5642 метров В прошлом году мы провели Концет 40 минут пили с моим другом Димой Юрковым Вот 13 раз Господь пустил И отпустил обратно Потому что не всех Это получается Не всех Господь Опускает Опускает наверх То есть моей здесь вины Собственно небольшая Ну вы знаете Вот Ну и вот Пишу песни Все сводится Одна первая жизнь Вы знаете У нас в советских людей Было принято Учить своих детей Так как учат Сами себя Попробуй плохо учись Если мама преподает математику А соседской тетей Преподает русский язык И они вечером Обменивая ссорью Рассказывают друг о друге Об успехе своих детей В школе Поэтому учиться плохо У нас не было физической возможности Вот И если ты не участвуешь В трех-четырех кругах Физкультура Значит музыка То на тебя смотрят Как на идиота Вот И поэтому Вот Так мы жили Так мы живем Так мы продолжаем Жить Великая страна СССР Продолжает у нас Душевать Вот Ну и песня Почему это так долго здесь говорят Вот мелодии будут не всегда мои И слава богу Вот песня Песня посвящается моим друзьям Конкретно Конкретно Легу Которые выполняли Свои интернациональные задачи Я уже говорил Что Самые крутые солдаты И офицеры Это наши Я с вертолетом Падал вниз в Афганистане В отбитом танке На Синае я горел Выпси Видели края Лишь телевизор И друзья Где мне калашников Плечо и спину грел Я не боялся Ни фантома Ни веркавы На двадцать первом Или семьдесят втором И поверь на слово, брат Я не искал себе наград А просто шел своим путем Где-то там, далеко Наши славы, колесей Где-то там, далеко Наших подвигов, музей Где-то там, далеко Над манилами друзей Где-то там Затвором вместе Перетернутые нервы И автоматка Продолжение твоих рук И в полуметры жизни Храйнет ни завтра, ни вчера А есть приказ успеть к утру И под протекторы Рифленые урав Легли рельефы Всех вселенских заварух Кому-то запад и восток А нам наторваны листок Бинды на полах Раскарающего дух Где-то там, далеко Наши славы, колесей Где-то там, далеко Наших подвигов, музей Где-то там, далеко Над манилами друзей Где-то там Я видел подвиги, везения и славу Я видел трусость, неудачи и позор И не преступник, не судья А просто я, а просто я И свой прицел, свой единственный резон Где-то там, далеко Наши славы, колесей Где-то там, далеко Наших подвигов, музей Где-то там, далеко Над могилами друзей Где-то там, далеко Еду в метро Стоит мужчина приятной наружности Седой, седой, веселый В стареньком-сиреньком пиджачке, кургузом, у нее такая большая, красивая значок, заслуженная штука. И смотрит там куда-то, в темноту, проносящуюся мимо пространства и прошлых. Я сразу начал вспоминать, Синай, МИГ-25, кубы, круги, все-все-все, вот это дело у нас и ребята, которые там участвовали. Он смотрит на синее небо, на крестик со снежным хвостом, где жизнь то ли был, то ли не был, дорогой дыла непростой, где солнце светило нечасто, где часто брало на разрыв. Где было конкретное счастье, колеса от бетонки отрыв. Задяжкой откроется память, как буквы на старом холсте, и миг засверкает над нами с арабским орлом на хвосте. Песка раскаленного ветер опалит пустынным огнем, и прямо сквозь сорока летит, он вверх по стремянке шагнет. Не волнуйтесь, товарищи, это летчик мечтающий, мастер неулетающий. Огневого удара его жизнь лучезарная, беру лёва товарная, где квартира шикарная, и москвич, но не старый. И будет он словом нерусским, всё ручку стараться дожать, и сквозь пелену перегрузки появится хвост виража, и в лених стёкол прицела. Чужой задремит силуэт, но бой вдруг потребует цену за этот счастливый билет. И вздрогнет подстрелянной птицей пробитый осколками миг, и небо землёй закружится, сольётся в растрёпанный блик, и в тряске кабины разбитой покоснет последний экран. И ласковая девушка Рита ему объяснит, мол, пора. Не волнуйтесь, товарищи, этот летчик мечтающий, мастер неулетающий. Огневого удара его жизнь лучезарная, беру лёва товарная, где квартира шикарная, и москвич, но не старый. Что было, то было, ребята, что сетовать зря на судьбу. Пусть ею немного помятый, зато обогретый обут. Пусть что-то стреляет в коленке, а в целом мужик ничего, поскольку хирурги в бурденке зашили на совесть его. Купить два кефира и хлеба, и Катя на ужин зовёт. Купить два кефира и хлеба, и дочка на ужин зовёт. Не волнуйтесь, товарищи, это летчик мечтающий, мастер неулетающий. Огневого удара его жизнь лучезарная, беру лёва товарная, где квартира шикарная. Кухня 4 метра и москвич, но не старый, но москвич, но не старый, но москвич, но не старый. АПЛОДИСМЕНТЫ Друг у меня был, но он и есть, собственно говоря, Сергей Николаевич Мельников. 2 августа я специально бросил этот самый наш фестиваль, сели мы на машину, фруксовали, хорошая машина. Приехали в город Жуковский, и я горжусь тем, что меня попросили провести презентацию самолёта «Сухой суперджет-100», названного в честь вот этого человека, Сергей Николаевича Мельникова, герой России, который от меня состоит всего. Я 27 июля родился, а он родился 7 июля. Какой же рак безумный. Который испытывал самолёты «Сухого», который летал от самолёта корабельной авиации, благодаря которому у нас сейчас есть этот самый авианосец наш, Николай Бузнецов, который совершил более 500 посадок на палубу, который взлетал в самолёт, из которого вытекало топливо, который садился ночью без огней, который перехватывал в израильские и американские самолёты, которые пытались переписаться к нашему авианосцу, и который сделал много замечательных вещей в этой жизни, которых не может сделать никто. Вот Серёга Мельников. Удивительный человек ездил с нами в горы, туда привезли параплан, он его сразу нацепил на себя, поскольку уже лётчик АС, извините. И прилетел с горячей дед, приземлился на крышу автобуса ПАС. Кажем автобусом ПАС начал кричать, Серёга достал 100 баксов. Это было в 1697 году, когда 100 баксов, это будет, сами понимаете, что. После этого хозяин ПАС сказал, что он завтра придет сюда и поставит свой ПАС опять на это место. Он делал всё очень здорово. Он здорово ездил на своём BMW белого цвета на скорости 240 км в час, представляете, по садовому кольцу. Летит Серёга, его останавливают ДПСники. Серёга тормозит метров 300, потом подъезжает ДПСник, для своё удостоверение Героя Российской Федерации ДПСники. Надо этому честь. Говорят, вы поосторожней, Сергей Николаевич. А он летит дальше на своём BMW. Ушёл он нас, к сожалению. Мы сейчас каждый год в Жуковском проводим фестиваль, его памяти я вас приглашаю. В этом году, 24 августа, мы будем проводить фестиваль. Полёт продолжается, посвящённый этому потрясающему человеку. Своей короткою дорогой Толкнув железный пароход Слетает Мельников Серёга И самолёт его сухой Поближе вверх, поближе к краю Где кроме неба никого И солнце близко ей играет На мокром блисте его Боя на кнопочки подруга И отыскавший нужный тон Выводит на небо Серёга Сухого 38 тонн И он пронзит любые дали И разрешит любой вопрос И долетит он и завалит Вернётся и поймает трос Желанно очень для любой серьёзной нации Что по земле шагает собственной дорогой Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серёга И наблюдая за разбегом Все останавливают речь И поднимают взгляды в небо И раскрывают крылья плеч И чувство старое накроет Покуда он летит легко Что мы с тобой, страна героев А не уют для дураков Летит прекрасно синий птицей Что всех сильнее и умней Которой можем мы гордиться В любой заморской стороне Над нашей жизнью безнадёгой Над суетой и чепухой Взлетает Мельников Серёга И самолёт его сухой Взлетает Мельников Серёга И самолёт его сухой Грустно мне, товарищи, и страшно В ужасе кружится голова На полу секретная бумажка А на ней секретные слова Это раздолбай какой-то страшный Не хранил заветы от земля И списал секретную бумажку А потом взял и потерял Летом мне теперь уже не лето И не лезут в горло пироги Так как все военные секреты Будут знать коварные враги И узнают в творческом угаре Коды наших кодовых дверей И узнают, кто у нас татарин И узнают, кто у нас еврей И другие штуки всей штучки Как камаз, к примеру, заводить И размер секретчика получите И размер жены его в груди Пьют ли спирт, который льют в ракету И где в Волге водятся самые Ну и как зовется баба эта То, что называют мать-пузьмы Сколько у лати машин такая маленькая Сухая масса И чем нашу совесть пробудить В общем, все узнают Папуасы И начнут немедленно вредить И опять наступит перестройка И придет нам лысый Горбачев И опять мы полетим в помойку Хлопая в ладоши горячо За Россию ничего не страшно Выдержим мы холод и жару Подниму секретную бумажку Ее немедленно зажру Мирными останутся рассветы Не подвластны всякой Филоте Потому как родины секреты Спят в моем военном животе Блюз Исполняется в стиле блюз Как говорил Булат Шалчегуджава Народная душа интересного народа Просьба, значит, у меня, поскольку на барабан И денег нет Подхлопывать, значит Все хлопают Вот майор стоит и курит К небу дым идет столбом Ни от скуки, ни от дури Не за тем, что дуб дубон Не спеши его напрасно Разделяем называть Карту важности ужасной Должен сейчас он рисовать А вот майор стоит и курит К небу дым идет столбом Склеил все листы как надо Надпись правильная намек Не помутся немцы гады Или американец звезд Он не трогнет, не спасует Крепкий, как броня, почти Смело яйца он рисует Кружочник на фарте, назначающий скопыльную войск и технику И различные значки Вот майор стоит и курит К небу дым идет столбом Бум-бум-бум Лирический губля А вокруг турлит столица И выпьет простой народ И в коробке хью божлится Ходит-бродит взад-вперед Эй, фильмы крутятся в теношках А в шашлычных, м-м-м, шашлыки А вон его ждут козьи ножки Батальоны и балки Вот майор стоит и курит К небу дым идет столбом Катриотический комитет Знайте штаты и китайцы И нянзю сената весь Стрелы грозные и няньцы Можем их всегда нанести Мирный труд спасем и счастье И врагов всех победить О-о-о Коль японский нам в намазде Дать на всех Хотя поди Вот майор стоит и курит Вот майор стоит и курит Вот майор стоит и курит К небу дым идет столбом Ну, я немножко сокращу Значит, хочется просто по-настоящему что-то такое Как мне самому кажется, смешно на самом деле Меня родина поставила перед дембелем Командовать стрельбой Ну, я говорю, что Значит, я по специальности штабная крыса Вот, мы там сидели в своих компьютерах С ногами и с руками Больше всего на свете я боялся флешек Вы знаете, что это самое страшное оружие империализма На которое человек скачивает Чекрепную информацию Потом идет домой И теряет ее Возле выходного поста Находит, то есть начальник службы режима Ну, и так далее Начинаются разные интересные вещи Там, забавные Вот Начинается, то есть Знаете, есть такой термин Пожар в гордоте во время наводнения Вот И вот, значит Я командовал стрельбой Значит, своих боевых товарищей Это был кошмар Я вообще не курю Но я закурил в конце дня Вот И стреляли мы из пистолета ПР Пистолет Макарова Есть упражнение номер три Когда, значит, 25 метров Там нужная мишень И нужно тремя патронами, значит, породить эту мишень Ну, я, естественно, как начальник Я По сумме баллов У меня было в подразделении 12 человек Я больше чем на них все вместе выиграл То есть я выиграл 28 На них все вместе выиграли 24 12 человек Ну, то есть вы можете представить Уровень, значит Ну, когда люди не стреляют Просто из этого самого ужасного оружия Когда его пирот У них все трясется Когда они его заряжают У них все трясется Когда они начинают стрелять Это вообще кошмар Вот И вот такая песня ужасов Она длинная немножко Я извиняюсь Но мне кажется, она немножко вас позабавит Значит Георгическая вода, которая посвящается стрельбе Один раз в восемь лет С тремя патронами Из пистолета Макарова На длину на дальности 25 метров Министерство обороны После службы долгих лет Выдает мне три патрона И тяжелый пистолет Я вообще мужик не робкий Я одну боюсь жену Но совсем без тренировки Мне не защитить страну Тут со мною начинает инструктаж Без него ты, братка, меч на маху дашь Никуда ты без него не попадешь А застрелишь сам себя и треновож Чтоб душа была начальников чиста Распишись-ка ты скорее в пяти местах Не случилось, чтоб ужасная беда Сделай шаг, а после сразу докладай Выхожу я на исходы Три патрона достаю Ну террор международный Сейчас заочно всех убью Быстро выброси угрозы Ваших ядерных ракет Так как я живаю грозно Три патрона в кулаке Тут команду произносят Заряжай! Начинаю быстро я соображать А не ударить бы сейчас мне врез лицом В махазин патрон садать каким концом Террористы пусть немного поживут Разберемся через несколько минут Всех сумею в одночасье победить Хоть сумею махазин свой снарядить Наконец нашли патроны Место нужное свое Я походку юг в урона Выдвигаюсь, ё-моё! Становлюсь суровой сразу Как железная броня Жду оттанья приказа Открытия огня Никого я во вселенной не боюсь Я теперь покруче Чапу или Сбрюс И Кутузов, и Суворов, и Илья И Пожарский, да и Минин тоже я Пистолет скорее в мишень бы навести Сразу выбью шестьдесят из тридцати Не забыть бы вот надеть на нос очки Полетят по закоулочкам к очки Тут дают команду в бою Ну теперь тушите свет Я дрожащую рукою поднимаю пистолет Становлюсь в мишенье боком Наставление капелит И смотрю суровым муком И без шалости мой вид Тут команду произносят мне Тут на ухо мне командуют Огонь! Я давлю, а только нету ничего Я сильней, а тут толкают в бок меня Миш, да ты ж я босс предохранителя не снял Я предохранитель этот вниз давлю Пистолет роняю, а потом ловлю Поднимаюсь, не случилось для чего А вокруг уж больше нету никого Что, прухлявые, боитесь пистолетного меня? Я иду суровый, видясь прямо к линии огня Поднимаю свою пушку Сейчас поймете, что почем И ловлю мишень на мушку Нажимаю на крючок Тут как вгорело оружие мое Как тут пуля полетела, е-мое А как тут пуля пролетела, е-га-га Как метиль здесь засветило по мозгам Я от ужаса такого сразу взмок И уже решил, что рухнул потолок И, закрыв на всякий случай все глаза Тавану на стул скрыли два раза Улетели птицы и пули Дым стоит пороховой Все полезли из-под стульев Каждый блин и два живой Забирает мою пушку Каждый как ребенок рад Обнимает все друг дружку И спасибо говорят Мы-то думали, что нам пришла хана Что мы доживем, уже мы до темна Жонки детишки не решили Тебя любит Что сиротами и вдовами не быть Ты иди ради мы Дальше погуляй Только больше умоляем Не стреляй На три года мы тебе поставим пять Чтоб не надо было более стрелять Все, сейчас конец уже будет Пусть боятся террористы И у самого Белладен Будет точен каждый выстрел В небе, в суше и в воде Вы печатаете награды Пусть на вас они гремят Победим его, гада Мы с патронами тремя Мы с патронами тремя Мы с патронами тремя Дорогие друзья Я хочу поблагодарить МВТУ Баумана За Я просто офицер Который служил всю жизнь Ползал на брюхи Выполнял задачи И в основном оценивал Женствощее зрение Столько у меня еще осталось секунд На то, чтобы успеть Вот это все сделать Вот Я хочу вас поблагодарить За то, что вы сохранились За то, что я когда прихожу сюда Я не отец повел Уезжал в госпиталь Я когда проходил рима Я всегда чувствовал Какой-то внутренний подъем Потому что я видел Ваше светлое здание Видел Многолюдство Здесь И Я С радостью Ощущал, что Жива наша страна Несмотря на Перестройки Ускорения Кризисом Дефолтом И прочей Ируге Которая у нас с вами Происходит Вот Наши дедушки и бабушки У них был свой кризис Который назывался Великая Отечественная война Который Мы проиграли войну Фактически А Фактически мы ее выиграли Вот И Очень хотелось бы Чтобы Ваш Светлый храм Души Нашей страны В той части Которая относится К силовой структуре Продолжал жить Продолжал развиваться Вот Мы вас очень уважаем Мы на вас очень надеемся Что вы сможете сделать Опять так В 41-м году Когда наша страна Перевезла все промышленное За два месяца Успела перевезти Вот И Полезно читать Знаешь все время Разные новости Что самое главное Оказывается Если так серьезно говорить То, что произошло В 41-м году Это то, что мы успели Перевезти свою промышленность С запада на восток Люди, которые это сделали Это, конечно, герои Это люди, которые Выиграли войну Собственно говоря Потому что Дальше страна стала Подниматься Стала воевать И победила В конце концов Несмотря на техническое Кревосходство немцев Несмотря на то, что В них были и ФАО И зенитные ракеты И ПТОРы И все остальное Все равно мы победили Потому что То, что мы делали Было объективно лучше Чем то, что делала Вся эта сытая Замечательная Европа И Мы бы хотели Чтобы вы гордились собой Потому что Вы носители Вот этого Великого достижения Нашего народа Именно вы И Спасибо вам большое За то, что пригласили Доверили мне свое время Я Видит Бог Старался Сделать все, что могу И я Ценю то, что вы мне Сегодня подарили Два с половиной часа Своей жизни Вещь, которую Невозможно Ничем заменить Никакими песнями Никакими танцами Вот Надеюсь, что Что-то из того Что я вам показал Вам понравилось У нас У нас Большие планы У нас Большая программа Мы сейчас На подъеме Мы это люди Которые Тургуют сначала Как наша Помните Есть песня Замечательная Забота у нас такая Работа наша Простая Жила бы страна И нет других Забот Ничего не надо Выдумывать Это Лучшие песни Были написаны СССР Никуда Мы об этом Не денемся Вот На фестивале Игрошина Есть военная Сцена Где поют Песни Мы считаем Патриотические песни Это не те Где много слов На родине А где просто Патриот Это человек Который делает Хорошо свою работу Чтобы после того Как он ее сделал В этой стране Хотелось остаться жить Вот это патриот Который детей рожает Воспитывает Который Учит студентов Так что они Что-то знают После этого Видите Я очень долго говорил Я просто точно волновался Концерта Вот И я хочу Плагодарить еще раз За то Что меня позвали К вам Я приглашаю вас На наши праздники На наши концерты Мы Ну я говорил Семнадцатого числа Я вот Вместе глухая Делаю концер Смешных песен Так называемой Жизнь К сожалению Там за деньги Туда надо попасть Сколько будет Ну а так У нас будет В Коломенском В Парке Коломенской В июне Будет наш фестиваль Открытый Где можно прийти Спеть свои песни Показать свое И послушать Чужие песни Мы проводим фестиваль Всероссийский фестиваль За Россией Десантом Спецназ Вот висит Дейль Панер Я исполнительный директор В этом фестивале Буду рад Если вы свяжетесь С нами На интернет И покажете Свои песни Свои стихи Связанные С этими вещами Вот И 4-5-6 Июля Под Самарой На Струковских озерах Состается очередной фестиваль Платформы Валерия Грушина На котором Работает сцена Победа Вот эта сцена Где мы вас Очень ждем Очень надеемся На вас Потому что Знаете Главное Все-таки Наше достояние Это наша культура Это наша стихия Наши песни Настоящая стихия Не то, что Вреки А то, что Заставляет человека Плакать Или смеяться Лучше смеяться Чем плакать Да будет мир На ваших океанах Да будет свет На ваших кораблях Да растворятся Хладные туманы И встретят вас Сиренями земля Да будет мир И праздник В доме ваших И свежий ветер В ваших трусах И до краев Всегда налейте чаши Только в вашем Времени часа А вашим птицам Вниз не опускаться А ваших стрел Не тратить не пустя А добрость нам И снится И сбываться Да будет так Да будет так И пусть покой Сойдет на вашу приступ И отведут, друзья От вас беду Да будет так И ныне же И призна И все 12 месяцев В году Субтитры подогнал «Симон» 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 Даже нечем, пускай, закусить Научила родная земля Не умеем пощады и просить Вовремя! Ведь он возвращался с войны От летящих по небу домов От тоска от душманской луны И от зла, что приходит само От старея, что классный мужик Да в бою не берегся чудак От привычек, которые жил На войне без которых никак На войне без которых никак И в Москве без которых никак Спасибо, дорогие друзья! Я прощаю ваши афротисменты к нашим друзьям Вот это Михаил, Игорь, Сергей Это люди, которым я сегодня благодарен За потрясающую организацию концерта Спасибо вам, ребята, большое На своем отдельном афротисменте Руководитель этого дворца Владимира Петровича Великолепный человек Я первый раз в жизни работал в таких условиях Если честно Какая-то в себе не могу заниматься музыкой И выступал в Кремле четыре раза Выступал в концертном зале «Россия» Вот И выступал Перед Делал фестиваль для Светланы Владимировны Медведевой Делал мероприятие для Сергея Кужудетовича Шойгу Чем горжусь Вот такой вот Такой потрясающий прием Как был здесь И технический, и душевный Я, честно говоря, у меня был первый раз в жизни Вот Потому что так получилось, что в жизни мы привыкли не просить А делать Времени нету Четвертый день Нам надо жить вечером Большое спасибо Я хочу попросить у вас прощения Вы знаете, пожалуйста, если вы не просите, получается Я хочу вернуть числами с пунктов на тейство, если позволите Я, конечно, на ТПС, сельско-фостом Есть еще там коммунисты в зале? Есть, да? А там Сорольцы есть? Давайте вспомним одну песенку, дорогие Песни замечательные Которые, по-моему, будут сейчас к месту Потому что победа Потому что все продолжается Посмотрите, вот я специально сделал эти лица Особенно вот этот вот парнишка Младший сержант Герой Советского Союза Которому 22 года всего То же самое Пицца у нас одинаковая Душа у нас одинаковая Язык у нас одинаковый А все остальное усилие Победим всех этих уродов Установим Советский Союз Ну, в другом виде, естественно Пусть будет у него другое название Пусть у него будет другое Не важно, это так все называется Не принадлежит мне Сейчас все писало понятно, что мы не можем без Украины Украины не может без нас Без Белоруссии, без Казахстана, без Таджикистана Надо просто все это потихоньку привести в нормальное состояние Тем более, что с той стороны Пиндосы уже поняли И бывший директор ЦРУ Билкесин Написал, что С их стороны была большой ошибкой Содействовать развалу Советского Союза Которую русские сами развалили Никакой холодной войны не было Выигранной имени Просто мы сами так захотели Понесло нас в ту сторону Ну, извините Любимая песня Константин Ван Шенков Старший сержант Вангушко-миссар Меховский Который ушел из жизни в прошлом году Мне было очень приятно, когда Сергей Михайлович Миронов Сказал, что они полгода били за то, чтобы все было сделано как положено В отношении его Одна из лучших песен, написанных на русском языке Я люблю тебя, жизнь Что само по себе и не новое Я люблю тебя, жизнь Я люблю тебя снова и снова Вот ушел, окна зажглись Я шагаюсь, работаю устало Я люблю тебя, жизнь И хочу, чтобы лучше ты стала Мне немало дано Ширь земли и равнина морская Неизвестно давно Бескорыстная дружба мужская Зло не каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое Я че слово забыл, как поют соловьи О, мрак, поцелуй на рассвете И вершина любви Это чудо великое Это чудо великое, дети Вновь мы с ними пройдем Без твою масть в ансалы Причалы Будут в ноги А потом Все опять повторится сначала Ах, как годы летят Мы грустим, седину замечая Жизнь, ты помнишь, солдат Что погибли, тебя защищая Так ликуй, ты вершись Трубным звуком весеннего гимна Хлопая Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Так ликуй, ты вершись Трубным звуком весеннего гимна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Браво! Браво! Браво всем вам всем Браво всем вам, дорогие друзья Еще раз я позвоню Замечательную команду Одного из больших культурных центров Нашей столицы За то, что сегодня Мы предоставили возможность Выступить в этом потрясающем месте Давайте жить дальше Давайте петь песни Давайте встречаться Давайте дружить Ихар Валентин